Не только форму, обувь и вес рюкзака стоит учитывать при подготовке к школьнику к новому учебному сезону. Психологи утверждают, не менее важно подготовить ребенка к школе эмоционально. Это процесс не двух-трех дней, когда осталась одна неделя у нас до первого сентября, и мы все вдруг решили их подготовить к школе. Нет, это процесс длительный, и он достаточно физиологический, и его нужно начинать, наверное, этот процесс с раннего детства. Современные дети и гаджеты – вечная проблема не только для родителей, но и для самих детей. Офтальмологи по-прежнему считают, что телефоны и планшеты – главные враги глазного яблока. И чем позже ребенок познакомится с чудом техники, тем лучше. Вот если мы имеем перед школой 3% детей со сниженным зрением, то ученики, которые заканчивают школу, уже имеют 15-20% с нарушенным зрением. Получается, в 5-6, а то и в 7 раз дети теряют зрение. Если количество детей с нарушенным зрением увеличивается, так это те дети, которые, увы, реальность, наблюдаются. А чтобы школьные годы не запомнились по ходу мегастроэнтерологу, врачи советуют соблюдать здоровую диету. В учебных заведениях школьников обеспечивают здоровым и правильным питанием. Однако этого недостаточно. Важно, чтобы и дома школьник питался здоровой пищей. Питание ребенка должно быть обязательно разнообразным. Обязательно включать фрукты и овощи. Обязательно включать мясо и рыбу. Обязательно включать молочные продукты. Обязательно включать злаки, чтобы крупы были там, твердые сорта. Обязательно. Правило второе. Питание должно быть регулярным. С раннего детства нужно ребенка приучать, чтобы он основные приемы пищи принимал в одно и то же время. И с перерывом не более четырех часов. А пока у школьников и их родителей есть последние дни лета, чтобы насладиться каникулами. Новый учебный год начнется уже в следующую среду. Маргарита Гартунг, Алексей Фризин. День с толком.